Братья и сестры, здравствуйте! То, что я сейчас хочу вам рассказать, это мое личное небольшое открытие. У каждого человека есть множество открытий. Как говорят, совершите вы массу открытий, иногда не желая того. Я, листая разные филологические книжки, бумажные и электронные, нашел такую тему – смысл имен различных народов. И для меня было большим интересом почитать смысл армянских имен. Оказалось, они сплошь все пропитаны христианством. Но не во всей массе, не в 100%. Там есть еще дохристианские, конечно, имена. Но множество имен, которые у нас тоже на слуху с вами, поскольку они все так или иначе еще и превращаются в фамилии, они связаны с христианской верой. Вот, к примеру, хачатур. Это, кстати, за моей спиной, вот видно, это каменное изображение креста, так называемые хачкары. И слово хач, кстати, отсюда и унижительное хачик, это неправильное слово, поскольку оно крест. Этим словом пытаются как бы оскорбить и обозначить человека с темными глазами и волосами кавказской национальности. На самом деле, сами того не зная, употребляют в ненужном контексте слово крест. Хач – это крест. Хачатур – это подаренный святым крестом, а хачкар – это резные кресты, которые являются отличительной чертой армянской культуры. Это каменистая, это гористая местность, родила такую вот резьбу по камню. Это может быть надгробие, может быть просто орнаментальное украшение. Вот вы знаете хачатурян. Допустим, да, фамилия известного композитора армянского – это Арам Хачатурян. Это вот подаренный святым крестом. Это вообще не фамилия, это имя – хачатур. Только оно связано с крестной славой, с крестным именем. Есть такое имя – Арутюн. Опять-таки есть Арутюнян, фамилия такая. Это означает воскресенье. Воскресенье. В случае фамилии – это аналог нашего воскресенский, например, да. А в случае имени у нас нет такого имени – Арутюн. Или Амбарцун. Это означает вознесение. То есть есть такое имя. Рождается человек, ему дают имя вознесение. Честь вознесения Господня. В случае фамилии оно превращается в Амбарцумяна. Это аналог нашего Вознесенского. Но наши все Вознесенские, Преображенские, Покровские, Успенские – это люди, получившие свои фамилии в екатеринских семинариях. 18-й, примерно, 19-й век – это семинарии, академии, успешная сдача. И получали такие торжественные имена в честь праздников господских или богородичных. А у них это еще с древних времен. Арутюн, Амбарцун, Аракел – такое имя означает апостол. Акоп, тоже в фамилии Акопиан мы это хорошо помним. Там, допустим, о маяк Акопиан легко вспомнить. Акоп – это данный от Господа. Мктич, там, Креститель – это имя. Или Карапет – то же самое, это аналог имени Крестителя – предшественник. И таких имен там читают, в основном, имена, я читал, мужские, там, женские – чуть другое. Естественно, другое. То есть христианскую направленность, насыщенность имеют в основном имена, даваемые мальчикам при рождении. О чем это говорит? Это говорит о том, что отцы народа, учителя народа, просветители народа. А у каждого народа, кстати говоря, христианского, есть свои просветители, отцы и учители. Это разные категории. Одни родили, другие просветили, третий учат и продолжают учить. Вот эти вот отцы, просветители и научители, учителя, они пытаются зашить христианские смыслы, коды христианские, во все, что окружает человека, и что прикасается к человеку, и что входит в плоть и кровь этого человека. Это касается одежды, пищи, например. Отдельная тема, может быть, когда-нибудь для нас, это практика, например, застолий кавказских христианских народов. Там есть целая огромная россыпь того, что говорит за столом, с чего начинать тостование, чем какой тост пить последним, например. Как произнести за время трапезы, например, 30 тостов, в честь самых разных тем, важных и небесных, и земных, и не напиться при этом, пригублять, лишь бы новое слово сказать. Это культура. Это то, что составляет культуру человеческого общежития, и то, что составляет особый вкус и запах каждого отдельно взятого народа. Ибо есть свой вкус и запах у Сербии, есть свой вкус и запах у той же Армении или у Грузии, есть своё неподражаемое, разлитая грусть по русской равнине. То есть есть своя совершенно особая красота в нашей культуре, в средневековой русской и в дальнейших её периодах. То есть это надо всё раскапывать и находить. Безусловно, человек, носящий святое имя, не избавляется от греха. Безусловно, можно иметь самые лучшие имена, иметь самую гнусную жизнь. Ну, как пример, недавно потрясшее Москву убийство дочерьми своего родного родителя. И там оно тоже было в семье, связанных с фамилией, то ли Хачатрян, кажется, их фамилия. То есть это тоже данный Святым Крестом означает имя этих людей, которые, где бы совершилось нечто много всякого такого, а потом отца убийства. То есть не избавляй от грехов святое имя. Не избавляй от грехов святая фамилия. Но это лишь знак следов Господа моего. То есть те, кто учили нас верить, старались сделать все так, чтобы ты ни одного снопа не сжал, не вспомнив Господа. Чтобы ты ни разу корову не сдаил, не вспомнив Господа. Чтобы такие вещи, как закаты и восходы, рождение ребенка или выдавание девушки замуж, они все были с Господом. Чтобы без Господа не было ничего. И вот такие следы в именах, в обычаях, в традициях, в одежде, в орнаментах находить приятно. Скорбно, потому что многое забывается и пренебрегается. Но приятно, потому что радостно находить на песке жизни следы Господа своего. До свидания. Я думаю, что мы умираем тогда, когда перестаем удивляться. Есть много другого рациона такого, что и не снилось нашим мудрецам, как говорит нам известный господин Вильям по фамилии Шекспир. И я сегодня хочу вас удивить информацией об армянском алфавите. Творец этого алфавита такой же святой, как наши святые Кирилл и Мефодий, давшие грамоту нам, славянам, только лишь с разницей в несколько столетий. Месроп Маштоц большую титаническую работу провел, такую филологическую, духовную. И там Бог ему что-то такое надиктовал, очень интересно. Ну и есть такое понятие, как гематрия. Это числовое выражение любого слова. Скажем так, в греческом, латинском, армянском, русском, еврейском алфавитах за каждой буквой закреплено словечко. За каждой буквой цифра закреплена. Вот скажем, суммировав эти цифры, можно получить число имени. У вещи есть имя, а у имени есть число. Интересная вещь. Вот, например, сочти число зверя. То есть у него есть имя, а есть у имени число. Например, вода. То есть если брать по-русски, по-славянски, то В – это 2, О – это, значит, 70, Д – это 4, А – это 1. Там получается, значит, 78, там, сколько там, посчитайте. Вот сложили и получили цифровое значение имени. Так что интересно. Интересно, что в армянском алфавите тоже эти все цифры закреплены, и 7 металлов, известных людям с древних времен, такие как серебро, золото, свинец, ртуть, железо, что-то там еще, значит, они при переложении на цифровую, так сказать, матрицу, перевод букв в числа при суммировании, дают число, которое точно соответствует нахождению металла в периодической таблице химических элементов Менделеева. Вот что это, я не понимаю. Это было, значит, за 1464 года до открытия Менделеева этой закономерности, там это все эти периодические таблицы элементов, прочее, значит, такое. Месроп Маштоц создал свой алфавит для людей, которые нуждались в том, чтобы быть просвещенными Евангелием. То есть раньше алфавиты создавали для вполне конкретной цели. Не для чтения газет и поваренных книг, а для знания Бога. То есть алфавит был равночислен знанию Бога. И вот он составил свой алфавит, и там эти, допустим, золото, воски по-армянски, там арц, серебро, там арчич, свинец, там, значит, и так далее. Складываешь эти буквочки, получаешь, там, 79 у золота, 47 у серебра, там, 82. Значит, у свинца семь металлов соответствуют полностью в числовом своем варианте своему местонахождению в таблице химических элементов. Вот что это, друзья мои? Это божественные вещи. Это божественные вещи. Они не говорят о божественности всех армян, безусловно. Вот, они говорят о том, что творцы грамотности, евангелисты, проповедники истины, они внедряются интуицией туда, куда Господь их доведет, до той глубины, что они могут нам на много столетий вперед дать, в общем-то, указания правильного пути. Есть много удивительного в мире, и мы умрем, когда перестанем удивляться. Не переставайте удивляться. Одно из чуд на свете – это армянский алфавит. русский, впрочем, тоже славянский, я имею в виду. В нем тоже очень много чудес. И об этом как-нибудь расскажем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова